Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, крупная японская биржа добавила выход новой торговой пары XRP И сегодня мы поговорим об этом Также мы поговорим о том, что этому предшествовало Поскольку вчера стала известна новость о том, что Ripple начинает работу в Японии И SBI групп будет использовать XRPL для решения цепочки поставок Ну и также сетё Ripple David Schwartz прекращает спекуляции по поводу холдингов XRP Что касается рынка криптовалют, за последнее время он неплохо упал Вернее, даже продолжает падение Как и ранее я отмечал, что стоит заострить своё внимание на том, что это коррекция продолжающаяся или нет Потому что многие мне писали, в частности писали по Shiba In Когда я вышел и продал её на пике практически Тогда мне писали, что ты сделал ошибку и так далее и тому подобное Но эти люди ещё раз подтверждаются, что были неправы Поскольку тогда я бы получил ещё бы потенциально где-то 100-150% А так я вышел, зафиксировал X И теперь я ожидаю Shiba In значительно ниже При падении биткоина ниже 59 тысяч долларов Вплоть до 50 тысяч долларов Ожидается, что она упадёт в допамповое состояние Это район 1200, возможно 900 Что касается XRP, то здесь, конечно же, я сделал ставку на то, чтобы усредниться Когда XRP достигнет пикового значения страха А именно падение XRP будет ниже отметки 41 цент Соответственно, пока что я этих отметок не вижу Пока что мы будем видеть потенциально ретест на прошлого падения Которое у нас было в начале апреля Именно по XRP это где-то 41 цент Но здесь стоит отметить, что не всё так плохо То есть XRP, кстати, по сравнению с другими криптовалютами ещё держится То есть из моего списка XRP потерял 4,5% Эфириум потерял почти 8% Шиба потеряла выше 8% Поэтому на самом деле XRP держится неплохо Поэтому здесь я буду смотреть Если действительно мы пробьём 41,5 цент То буду ожидать уже и покупать на отметках около 30 центов Вот это называется усреднение Что касается, в принципе, картина рынка Понятное дело, что сдаёт её биткоин Биткоин здесь, соответственно, исключительно закончил этот месяц Вернее, заканчивает ниже, значит, отметок, которые были у него ранее Это отметок 61,5 тысячи, да, и там 70 тысяч То есть сейчас мы уже будем видеть коррекционный месяц впервые за последнее время За последнее, условно говоря, полгода То есть, грубо говоря, с сентября мы видели исключительно рост биткоина Сейчас пришло время красного месяца Пришло время коррекции И, кстати, в мае ещё эта коррекция может продолжиться Я почему-то уверен, что в мае мы ещё увидим боковое движение И сползание вниз Это нужно для того, чтобы хамяки, которые набрали биткоины И другие альткоины по завышенным ценам Вышли из рынка криптовалют Перед полноценным буллраном А полноценный буллран, на мой счёт, будет в конце этого года Начало 25-го Поэтому здесь всё довольно-таки просто По XRP, в принципе, понятно По сопротивлениям нет смысла говорить, где они находятся Потому что сейчас уже понятно, что XRP скорее у нас будет идти в район Для начала 41 цент Поэтому здесь пока что так Если мы говорим про другие интересные новости То, что крупная японская криптобиржа добавляет выход новой торговой пары XRP И, соответственно, здесь уже торговая пара XRP, номинированная в японской иене, котируется на крупной криптовалютной бирже И, соответственно, здесь подразделение биржи Binance Japan Одна из ведущих криптовалютных бирж в Азии объявила о добавлении новой торговой пары XRP И японская иена Поэтому здесь мы видим, что определенно это только плюс И это ещё раз подтверждает, что Япония очень хорошо относится к XRP И даже были исследования о том, что в трендах между биткоином, афеиумом и другими монетами XRP всё-таки лидирует То есть он там в тренде Ну и предшествовало этому то, что Ripple начинает работу в Японии SBI групп будет использовать XRP для решения цепочки поставок И, соответственно, Ripple заключила партнёрское соглашение с хейчки DX Что вы представили на японском рынке блокчейн решения на основе XRP Ledger Что также нужно отметить, что CTO Ripple прекращает спекуляции по поводу холдингов XRP И, соответственно, здесь он раскрывает подробности о холдингах и истории инвестиций И также, в принципе, он сделал это разъяснение После того, как пользователь X заявил, что продал миллиарды XRP для приобретения эфириума и биткоина Добавив, что доказательства сдерживаются в его заявлениях всех И, соответственно, с тремя средствами слухи обеспечить прозрачность в криптовом сообществе Шварц раскрыл подробности своих активов XRP и своей инвестиционной истории Шварц рассказал, что на пике своих активов у него было около 26 миллионов XRP И что, вопреки слухам, он никогда не продавал XRP для покупки других криптовалют За исключением, возможно, продажи небольших количеств XRP для каких-то необычных целей Поэтому здесь, в принципе, речь идет о 26 миллионах, которыми владеет Дэвид Шварц И которые он не продает ни в коем случае Даже несмотря на то, что сейчас на рынке, откровенно говоря, уже страх То есть индикатор еще не обновился Но я считаю, что на рынке уже страх Уже как только биткоин пробьет психологическую армитку 60 тысяч долларов Может быть паник сейл Он может коснуться абсолютно всех криптовалют на рынке И это будет как домино или, не знаю, снежная лавина То есть здесь я считаю, что мы можем увидеть еще движение, именно падение больше, нежели оно есть сейчас Ну и, наконец, конечно же, мы видим, что здесь вот японская иена И XRP, он используется между многими странами, за кулисами страны Абрикс отказывается от доллара США И уверенность держатель XRP сейчас растет Я не могу увидеть настоящую цену XRP в долларах в текущий момент, пишут люди Поэтому, соответственно, подводя итоги, что можно сказать То, что из топа, да, то есть на удивление XRP у нас держится молодцом В то время как там Солана теряет 20% за неделю XRP теряет, ну, 9,9% Соответственно, даже те монеты, которые возлагали большие надежды Или давали, по крайней мере, большие надежды холдерам Дуги Коина, например, здесь мы видим, что сыпется эта монета на 17% И нужно отдать должное, что, конечно же, например, Солана, она выросла Но часть других монет не дали должного образа инвесторам, трейдерам и так далее То есть они себя толком не показали Но что самое удивительное, что трон вообще стоит на месте И даже за неделю показывает положительную динамику И то есть мы говорим про топ криптовалюту, топ монет Поэтому, подводя итоги рынка криптовалюты, что можно сказать То, что падение еще может предстоять Если, значит, здесь мы пробиваем 60 тысяч долларов И пробиваем отметку, которая знаменует пробой дно цены За последнее время это, значит, 59 683 доллара То вот следующее значение и следующее падение Оно может быть вплоть до 52 тысяч долларов На это стоит обратить внимание И при этом это падение, оно вызовет довольно-таки неплохую такую лавину То есть будет абсолютно все падать И к этому нужно быть готовым В принципе, вот такие дела Поэтому всем до сих пор пока и до новых встреч